81 год назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. С началом Великой Отечественной в рабоче-крестьянскую Красную Армию призвали более 5 миллионов человек. Из тех героев, кто в июне 41-го попал на фронт, сегодня остались немногие. Каждая из них – живая история. Во многих образовательных учреждениях округа есть музеи. Один из них размещен в кадетской школе. На стенах висят карты сражений Великой Отечественной войны, в витринах и на стеллажах, парадные кители и боевые награды ветеранов. На почётном месте – портреты фронтовиков, героев Советского Союза и легендарных лётчиков, защитников московского неба. С начала войны на защиту неба Москвы встало 11 авиаполков. Один из них, 16-й истребительный авиаполк, базировался на нашем Люберецком аэродроме. Аэродром помнит имена Василия Сталина, Степана Микояна, Тимура Фрунзе и других лётчиков. Свой боевой путь они начинали здесь, в Люберцах. От Бреста и до Камчатки нет ни одной семьи, которая бы не коснулась ужаса этой войны. Нет ни одного населённого пункта, где не стоял бы обелиск памяти павших за нашу Родину. Наша задача сейчас жить так, чтобы история подвига народа осталась навсегда в памяти. И в кадетской школе эту историю сохраняют. Одна из экспозиций здесь посвящена боевому пути наставника Люберецких кадетов, заслуженного военного лётчика СССР Владимира Ялина. Наше знакомство с ним произошло очень интересным образом. Во время одной из акций нашей школе был подарен портрет Ялина. И он лично пришёл вручить его нам. Вот экспозиция, посвящённая этому человеку. В дар школьному музею Владимир Фёдорович передал свои фотографии, военную форму, шлемофон и планшет с изображением самолёта Ан-22, который он освоил одним из первых лётчиков. Полковник Ялин сейчас нечасто выходит из дома, но гостям всегда рад. Вспоминать о войне 98-летний фронтовик не любит. Тяжело. Но 22 июня 1941 года навсегда изменила жизнь парня, который мечтал поступить в Институт лесного хозяйства. Война началась. Призвали в армию. Прошёл комиссию. Сказали, в лётное училище. Вот оттуда и пошло. 41-го года. Владимира Ялина направили в Тулун. Курсант учебной авиаскадрильи прошёл подготовку на самолётах по два. Затем окончил высшую авиационную школу лётчиков авиации дальнего действия. Первый боевой вылет Ялин совершил в июне 44-го. В ночи летал бомбить фашистов в Полоцк. Позже были боевые вылеты в Тильзит, Ригу, Инстербург, Лебаву и Кёнигсберг. Да, думали, что каждый может погибнуть. Потому что летишь туда, там стреляют тебя. Всё. И все к этому примерно были готовы. Я за живое стала врать. Это уже когда в Германию последние летали. В лётной книжке ветерана более 7 тысяч часов налёта. За годы службы Владимир Фёдорович освоил 10 типов самолётов. Уже после демобилизации 20 лет проработал на Ухтомском вертолётном заводе. Разрабатывал инструкции для лётчиков. Ему было за 70, когда он ушёл на заслуженный отдых. А когда исполнилось 90, решил написать книгу для потомков. Чтобы знали, чтобы помнили.